МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске налегке. Вдохновляемся на концерте Белорусского детского фонда. Пробуем настоящие литовские цепелины и смотрим любимые диафильмы. Не переключайтесь! Редактор субтитров А.Семкин Съемочная группа программы налегке поздравляет вас с Новым годом и продолжает тестировать самые популярные ярмарки города Минска. И сегодня мы приехали на настоящую литовскую для того, чтобы попробовать цепелины и отведать глинтвейна безалкогольного или какого-нибудь согревающего чая с традиционными литовскими специями. Не переключайтесь и празднуйте Новый год вместе с нами! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Новым годом! Спасибо! Вас всех также! Как по-литовски будет С Новым годом? Сунуеси смятысь. Я не повторю, это очень сложно. А с Рождеством? У нас не Рождество, у нас старинные праздники перед Рождеством. Это с времен язычества кутя. Ну, не кутя, кучас. Не знаю, как по-русски. Это как каша, которая у нас тоже... Ну, да, да, похоже, похоже. Похоже, но никто не имеет такого старинного праздника. Сейчас привезли вот синема бар, привезли свои стройки для мастеров, для глины, для шерсти, и с едой, и с разными чаями тоже. А чем вы с едой угощаете таким традиционным? С едой мы привезли свои национальные блюда, цепелины, привезли жемаичу, это у нас старинные такие, ну, как бы, как блины, но жемаичу называется, потом дранники разного рода, потом литовские колбасы привезли, привезли глинтвейн. Глинтвейн варим, варим, конечно, не могли привезти с собой, но зато имеем очень серьезные специи. Свои особенные, да? Свои особенные. Ни такого глинтвейны еще не пробовали, точно? О, точно. Кто попробовал, тот вернулся. Синема баре, очень классная штука, кстати, я вижу, что людям нравится. Что показываете? В синема баре мы показываем все немое кино разных режиссеров, это началось с Франции, но потом это было начало, а потом все фильмы Чарли Чаплина. В общем, и культурная программа, и покормите, и да. Очень нравится, некоторые молодежи, некоторые уже нравятся. Приходят, фотографируют, смотрят. Супер, пойдем тогда тестировать все, и что-нибудь обязательно попробуем. Итак, я решила на Новый год остаться в Минске, и мои любимые цепелины приехали ко мне в гости. Если будете проходить мимо литовской ярмарки, обязательно попробуйте их, они божественные. С Новым годом! С Новым годом вас всех! Я, кстати, учусь говорить по-литовски, но с Новым годом, но у меня не получается. Можете для меня еще рассказать? По-литовски будет «су науе из мяты». Нет, это я точно не повторю, но и неважно. Расскажите, пожалуйста, про свою прекрасную посуду. Покупают, не покупают, что берут на подарки вообще, что пользуются больше популярным? Вижу, что люди ваши интересуются этой керамикой. Даже узнают, потому что Литва и Белоруссия – это рядышком со всем, и ваши люди, как понимаю, ездят к нам в Вильнюс, и они видят, что узоры, рисунки такие литовские. Они сразу-сразу знают, что это литовское. Что чаще всего берут? Кружки, наверное? Кружки, наверное, да. Кружки, потом всякие вот такие любят. Ну, да, интересные, которые им оказываются, те покупают. А вообще, если говорить про литовцев, да, то у вас что принято дарить на Новый год? У нас совсем, знаете, теперь приходит в моду наверняка минимализм. Так, подарки такие, которые, ну, экологичные, да. А так, ну, что удобное, что можно употреблять? Вот такие дела. Всем привет! Съемочная группа программы «Налегке» продолжает вдохновляться новогодним настроением. И сегодня мы приехали на семейный показ «Диафильм Лайв. Новогодние сказки на пленках». Я видела, какой был ажиотаж. Дети выходили довольные, счастливые. Можно вообще пару слов? Уже рассказывали, да, как мы говорили, но все равно обязательно нужно рассказать тем, кто не знает об этом прекрасном чуде «Диафильм Лайв», да, как вообще собрались, как пришла идея. Ну, идея пришла из каких-то воспоминаний своего детства, когда нашлась какая-то коробка с диафильмами, и просто для себя решили вспомнить, ну, проверить, вот тогда была магия, а есть ли она сейчас, если вот посмотреть. Все-таки вот это все проектор, все темная комната, оно создает какую-то магию. Мы решили вот проверить, работает ли это на современных детей. Ну, вот мы организовали такой детский показик, а потом какие-то вот пленки смотрели, они очень разные, очень своеобразные, всякие-всякие. Возникали какие-то уже свои, ну, взрослые, на них какие-то ассоциации, аллюзии, которые вот мы как-то решили попробовать воплотить через вот то, что есть, потому что это такой вот материал, пласт, который вроде бы есть, с которым жили, многие-то смотрели, в этом все. Да, вот как-то потихоньку вот это все сложилось, по сути, наверное, за полгода мы подготовили уже взрослую программу, вот к нам пришел Андрей, музыкант, и все вот как-то сложилось, да. А в чем секрет вообще, да, потому что я помню, я в детстве очень любила, да, но сейчас дети выходят с такими глазами, в эру, когда, не знаю, можно любой мультик посмотреть, вот эти проекторы на экран, не знаю, голограммы, все остальное, но дети выходят с горящими глазами, в чем секрет? В вашей магии или в том, что какое-то доброе вечное, оно всегда дарит волшебство? Ну, мне кажется, и доброе вечное тоже есть, тоже как бы истории мы их выбираем, у нас их тоже довольно много, и не все нам самим нравятся, чтобы их транслировать, но мне кажется, еще есть магия в живом озвучивании этого всего процесса, потому что в детстве была магия в том, что вот какая-то история, которую тебе транслируют, вот, и, наверное, то, что мы ее несем, доносим, оно, оно как-то объединяет зал, экран, ну, через нас как-то, мне кажется, это так работает, хотя я не уверена, но взрослые, например, говорят это, что, это как ты вернулся в детство, когда тебе, не, когда тебе читают. Сегодня был у нас такой экспериментальный семейный показ, в котором мы никогда сами его не организовывали такого рода, где приглашали вот взрослых со своими детьми, да. Мы, есть у нас детские камерные показы, они совсем камерные, где-то на 15 детей, короткая программа и такой теневой мастер-класс, где мы просто знакомим вообще с процессом, и, вот, а в таком большом формате мы собрали некоторые детские истории, некоторые из взрослых показов, и вот как-то это все свели в праздничный, Новогодний утренник. Да, такой новогодний, да. Я, кстати, прочитала, да, что идет запуск, что вы запустили краунфаундинговую, не мое нелюбимое слово, это краунфаундинговую кампанию на запись музыкального альбома. Можешь рассказать подробнее, что это, может быть, люди захотят обязательно приобщиться к этому, мы так точно приобщаемся, да, к этому прекрасному идем. Спасибо. Да, мы вот так, как у нас появилась какая-то часть музыкальная, вот, и по сути некоторая часть уже ушла в какие-то песенные такие вещи, которые, вот у нас есть один музыкант, который работает над этим всем, все это собирает и пишет, все, вот, и возникла такая необходимость, с одной стороны, для концертов, ну, потому что, чтобы было лучшее звучание, записать это профессионально на студии, с другой стороны, часто нас спрашивают, а где можно это послушать, а нигде. Это нельзя послушать, потому что, ну, с концерта, да, ну, это, наверное, не совсем то, поэтому вот мы, наверное, пришли, вот мы в ноябре сделали концерт музыкальный, прям в музыкальном клубе был, в Брюке, вот, ну, мне кажется, этот формат довольно интересный, он удался, и вот после этого как раз был старт у нас запуск компании, да, и сейчас она продолжается, да, нам бы очень хотелось так немножко подняться на новую ступеньку, вот какую-то часть, да, пройти, чтобы и круто музыкальные концерты проводить, ну, и чтобы было что ответить, а где послушать, вот, вот, да. Раз за три. С Новым Годом! С Новым Годом! Ура! Хорошо, это хорошо, это хорошо, такой Новый Год, какой снег, такое вот, в общем-то, и поздравления, да. Что сегодня было, ребят, рассказывайте? Это была магия Деофильм Лайф. Это была такая пробная программа, которая должна была быть интересна и детям, и взрослым, мы нашли компромисс среди наших двух программ Деофильм Лайф. Получилось? Получилось, да, это был праздник, который, ну, зашел и детям, и взрослым, собственно, и, ну, мы соединили, и что-то вышло. Были, кстати, любимые какие-то ваши зимние сказки? Ну, да, но обычно наши любимые, это из взрослых показов. Ну, да, мы очень любим взрослых показов. Ну, на самом деле, вот даже мышиный Новый Год, но он был такой немножко адаптированный под детей, обычно он немножко жёстче, он обычно жёстче, да. Некоторые шутки или какие-то слова были чуть-чуть адаптированы под детей. Сейчас дети взрослые, поэтому я думаю, что можно было... Но всё равно мы их берегли, матом не ругались, вели себя достойно. Всё понятно. Хорошо, что следующее, потому что мы узнали о том, что вы готовите музыкальный альбом? Следующий у нас планируется показ 14 января в корпусе для взрослых. Как бы такой старый Новый Год отметим. Да, можно приходить, 14 января можно приходить. Там уже не будете, да, жалеть никого? Нет. Там ничего святого у нас нет. Никого и себя тоже не будем жалеть. Вот Андрюша будет гитарку вот так вот. Вернётся наша Макуха из Варшавы, да. Да, да. В общем, полным составом. Будем полным составом жечь мосты. Макуха из Варшавы. Субтитры подогнал «Симон» Всем привет! Съемочная группа программы «Налегке» приехала на гала-концерт республиканского конкурса юных музыкантов Белорусского детского фонда для детей-сирот и детей с инвалидностью. Предлагаем вам не переключаться и вместе с нами посмотреть, как исполняются детские мечты. Белорусский детский фонд – организация, которой уже три десятка лет. И, конечно, наша программа «Юное дарование» – она самая долгая, самая такая фундаментальная в нашей организации. И вот сколько лет фонда, столько лет существует этот проект. И, конечно, меняется время, меняемся и мы, программа тоже трансформируется, но уже очень много лет ежегодно мы проводим какой-то творческий конкурс в рамках программы «Юное дарование». Наши члены жюри – это все выступающие артисты, музыканты, это и преподаватели, которые преподают в музыкальных наших учреждениях, и Академии музыки, Духовной Академии, Духовное училище, то есть те, которые и учат, и сами выступают. Конечно, у всех было у музыкантов огромное желание что-то для них предложить. Это было, в общем-то, и условие нашего конкурса, что дальнейшая совместная работа. И члены жюри по мере своей возможности постарались что-то уже на сегодняшний момент для детей сделать. Естественно, в первую очередь это номера, совместное выступление. Когда на одной сцене выступает ребенок и профессиональный музыкант, вот этот уровень, да, это для детей, пускай это чуть-чуть с авансом, да, но правда, они настолько талантливые, и они так стараются, они такие трудолюбивые, и настолько их душа вот открыта всему новому, и они готовы это впитывать и брать. То есть мы видим, им это надо, для них это вот как глоток свежего воздуха. Мариана, привет. Здравствуйте. Смотри, красивый у тебя сертификат, да, это премия, именная стипендия для дальнейшего развития творческих способностей. Можешь рассказать вообще про конкурс, чем участвовала? Мы знаем, что ты ездила в Вену, правда, нет? Да, я ездила в Вену благодаря прекрасной, прекрасной волшебнице, сказочной фии. Она сегодня очень блестящая, она всегда радостная, несмотря ни на что, она всегда улыбчивая. Это Юлия Лебеденко, она талантливый человек от Бога просто, на скрипке играет, поет, и вообще просто прекрасная. Благодаря ей я увидела мир, вот, увидела Вену, я мечтала туда попасть, на родину композиторов классицизма, Моцарта, Гайдена и Бетхобена. Вот, и я туда попала благодаря ей. Все призы собрала, в Вену съездила, песни композитора поешь. Что еще хотела бы? Я мечтаю, чтобы всегда были полные залы, и успех хороший был, и чтобы все были здоровы, счастливы и радостны. Круто, а можешь нам что-нибудь сыграть на флейте? Ну, что-нибудь коротенькое. Я сыграю свое сочинение «Откровение». Давай. Сочинение «Откровение» Вот эта девочка, которая на фортепиано играла гран-при Насте, она просто гениальная. Вот ее педагог тоже говорит, что она просто очень одаренная, вот, богом поцелованная, и ее мечта – это сыграть с оркестром. Ну, вот как, вот как не постараться, и просто, ну, друзей же музыкантов много, поэтому даст Бог, что все получится. И в конце февраля на вот этом вот фестивале памяти Алены Цыгалок – это тоже очень талантливая пианистка была моя однокурсница. А Настя сыграет с оркестром в концерт Баха, вот, в большом зале, на крутом рояле. Когда я уже выслушала финал конкурса и услышала Марьяну, и увидела ее талант не только в том, что она поет, она также играет на флейте, но еще, как никто не знает, она еще немножко играет на скрипке. Вот, и, если честно, меня это очень тронуло до туши так, что я вот просто ночь не спала, потому что, когда видишь талантливого ребенка и вообще талантливого человека, который делает от чистого сердца, вот эти искренние эмоции, это не каждому дано передать. И через музыку, через какое-то искусство. И вот в этот момент очень хочется поддержать человека, очень хочется дать такую дорогу, которая бы позволила насладиться этим большему количеству людей. Владик, привет! Здравствуйте! Расскажи, пожалуйста, с чем выступал? Я с песней о маленьком трубаче. И занял какое-то призовое место? Да, первое. Первое. Что дают за первое место? Дают диплом, дают еще что-то дают. Еще что-то самое важное дают, стипендию для развития творческих способностей? Аплодисменты дают. Вот, самое главное. Любовь зрителей, да? Как давно занимаешься пением? Где-то года два. Ну, нравится петь? Да, очень. Ну, смотри, два года и уже первое место. Ну, так я еще давно пою. Я два года только серьезно начал заниматься. Следующая вершина, которую будешь покорить? Я? Ну, вершина это какой-то конкурс? Может, голос, дети. Уж хороший вариант, да? Мы желаем тебе удачи и загадываем вместе с тобой желания. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok